доброго времени суток сейчас вот эти посуда с мицелием пойдет в разработку жалко потерять такую красоту поэтому решил запечатлеть все происходящее и немножко расскажу что здесь происходит в этих емкостях вот так вот перейдем в обычный режим ну как видите здесь подписаны емкости и ну начнем с какой стороны начнем вот с отсюда что я в принципе на чем хотел обратить ваше внимание вот даже по внешнему виду насколько видим насколько разным есть рост самого мицелия насколько сильно он отличается даже человеку ничего не понимающего в этом самом деле естественно будет понятно что это каждой емкости находится какой-то разными цели вот для начала начнем вот с этого я его называю японский городовой потому что два года он у меня лежал в холодильнике с этими палочками было вообще интересная история на них вроде был какой-то бактериоз и каждый посев каждый случай его высевания сопровождался образованием мокрых капель какого-то бактериоза или дрожжей ну вот наконец-то я давал там очень полезные советы о жидкой мицелии питательная среда собуро с левомицетином дала возможность устранить эту проблему и мы получили очень чистый мицелий что о нему можно сказать по внешнему виду он сильно напоминает но не сильно он похожий на рост рейши вот рейши растет тоже вот таким же ровненьким ковриком абсолютно без таких вот каких-то взрывов вот похоже как вот он произрастает на японской опенки и росли у меня в просто в чашках вот я видел ну пока практически там не было времени он сейчас получили уже получил чистенький мицелий и пойдет на разработку вот он растет похоже очень на рейши рейши имеет такой меленький тонкий мицелий сразу переходим к следующему к сожалению как показывает камера она меня вообще каким-то цветом таким показывает каким-то черно-белым где цвет вот перейдем в стандартный вид и видим маркированные емкости я не раз я не раз намекал на том что все емкости очень хорошо нужно маркировать вот видите они все маркированные очень хороший такой полезный совет практичный все надписи заклеиваю скотчем потому что в работе после опрыскивания спиртом любой даже стойкий маркер он все равно сотрется поэтому заклеиваю скотчем но не забывайте здесь оставлять вот такую ручку за которой его можно будет потом содрать потому что содрать его просто потом не так просто и вот по порядку это японский городовой как я его называю это японский опенок вот значит так приблизительно выглядит рост его мицелия по внешнему виду он напоминает японский или зимний по моему опенок значит по внешнему виду он рост мицелия напоминает рост мицелия рейши он растет вот таким же меленьким беленьким тоненьким ковриком внизу в отличие от этих всех других экземпляров вот это японский теперь смотрим дальше дальше мы видим вешенка розовая ну это жжет по полной программе ну вот видим две емкости с мицелиям и и видим что в каждой емкости свойства это один и тот же мицелий но свойства роста его значительно отличается даже по внешнему цвету это понятно что она розовая это видно и ну что еще можно добавить ну вот так она растет в этом примере вот в этом примере видно что она более такая активно более пушистая и что-то уже там про нужно и прятать холодильник потому что при мордеца она страшно сразу она не успевая еще что-то там колонизировать она сразу уже начинает пускать при морде это свойства и даже самого мицелия в пакетах это везде наблюдается дальше переходим это у нас ежовик ежовик или другими словами герицей есть у меня значит герицей разных производителей немного ну и как видим по внешнему виду вот они тоже все отличаются в каждом росте он имеет какой-то свой своеобразный такой вот вот видите там уже пробует образовывать свои головочки вот в этой емкости а здесь вот вот вытворяет там такой какой-то война и мир в общем-то идет в этой бутылке вот так вот выглядит мицелий ежовик и дальше переходим лимонная вешенка тоже два экземпляра два варианта сейчас попробуем чуть вот так вот вот какая красота вот так она себе там начинает произрастать смотрим что здесь это два два экземпляра одного и того же производителя один тот же ну как видим даже одинаковые две вот эти палочки имеют разные свойства роста поэтому я вот на чем вам говорю что когда вы делаете пробуйте селик селекционировать что-то полезной какой-то мицелий то всегда нужно делать ну и даже не две множество проб с этих проб из десяти например выбрать одну самую активную и ее пускать в разработку таким образом вы будете получать самый лучший мицелий ну и еще раз входим такой круг почета в обратную сторону внимательно посмотрим на этот замечательный бесконечно волшебный и интересный мир грибов вот лимонная вешенка дальше герицей вот приблизительно вот эти уже грибочки такие маленькие там на дне дальше переходим опять герицей немножко по-другому там образуют где-то на палочке там тоже уже примордию здесь мы видим целый уже бесконечный какой-то мир роста здесь королева скорости и образование примордиев вешенка розовая вот так она выглядит и вот японский опенок в этом году я сделал такую акцию то есть все мицелий независимо там вот ну то есть там или розовая или лимонная или обыкновенная все мицелии в одной стоимости это для того чтобы более как расширять и популяризировать именно вот эти экзотические штаммы потому что ввиду или высоких цен или недоступность или отсутствие там у производителей очень очень жидко очень мало кто выращивает вот эти грибы ну вот мы попробуем эту ситуацию исправить то есть я уже исправил и вот провел такую акцию то есть всеми целей одинаковую стоимость и будут отзывы у людей будут появляться уже какие-то наработки и таким образом будем это дело популяризировать вы не забудьте подписаться на канал и поставить лайк конечно с вами был макс аллер на канале фанимашин скул всего вам самого самого на лучшего